Следующее видео, которое мы посмотрим, называется Международная торговля, глобализация и протекционизм История экономики, Red Room Отлично, мой любимый исторический канал Римский Патриций наблюдал за борьбой двух германских гладиаторов Заедая зрелище хлебом, собранным в Северной Африке И завернувшись в шитый захваченными в Испании рабами плащ Шелк для которого был доставлен кочевниками Центральной Азии из далекого Китая О, глобальный рынок Где его собрали местные крестьяне Современный русский программист, сидя на тайском пляже И попивая выращенный в Колумбии кофе, принесенный ему официантом-малазийцем Может работать над заказом немецкой фармацевтической компании Набирая строчки кода на своем ноутбуке американской марки Собранном, впрочем, преимущественно в Китае и на Тайване Богатый римлянин мог носить одежду из ткани, приехавшие из Китая Но в современном мире практически все, что нас окружает Это плод действия огромного множества людей из самых разных концов света Это следствие того, что мы называем глобализацией Процессом спирания границ и барьеров В первую очередь барьеров экономических на планете Земля Ничего-ничего, скоро в результате конкуренции Останется только один субъект капиталистических отношений И потом пролетариат восстанет и обобществит эту монополию И наступит коммунизм Нетрудно догадаться, что такая всеохватывающая штука Остается предметом бесконечных споров Для кого-то глобальный мир преддверия земного рая О, это был Гонконг сейчас, дамы и господа О, причем это вид со стороны материкового Китая на остров То есть это снималось на авене в The Stars Бля, я даже, я стоял на месте, откуда они снимали вот этот кадр Глобальный мир преддверия земного рая Для кого-то доказательство, что с человечеством что-то не в порядке И как всегда мы не будем заострять внимание на радикальных точках зрения И попробуем разобраться в сути предмета, о котором ведется спор Всем привет, я Егор Зырянов и вы на канале Red Room Пишут шейхи скипы, зачем, хорошее же видео Мы говорим о мертвом и мертвых Не, ну если хотите скипнуть, сколько там, 3501 рубль стоит скип Об истории Сегодня мы говорим о новейшей истории глобализации Об истории международной торговли и, конечно Просто там по очереди какое-то говно про нихель-пихель и так далее То есть там какой-то мажористый блогер, он разбирает тейки нихель-пихель С позиции типа быдла антифеминизма Я думаю, что то, что мы сейчас видим, оно интереснее как бы намного Об истории экономической мысли Тема у нас без шуток глобальная, так что давайте быстрее к делу Все средиземноморские государства эпохи бронзы Крит, Египет, Хетское царство Были так тесно связаны между собой без преувеличения братскими торговыми договорами Что когда в разных частях этой системы начали... Пишут, а прошлые видео были плохие? А я не говорил, что прошлые видео плохие, их надо скипнуть Просто, просто, ну, донатеры так захотели Я никого на скип не провоцировал Я не сидел и не говорил, типа О, скипните, о, пожалуйста, скипните это говно Нет, я сидел, смотрел, комментировал Стало отражаться на взаимных поставках И кризис накрыл всех и сразу Не будем подробно на этом останавливаться Потому что про народы моря и про апокалипсис бронзового века У нас был отдельный видос, смотрите его в подсказках Тем более, что, в принципе, вести обзор международных торговых систем можно бесконечно Великий шелковый путь многие века соединял Азию и Европу И служил главной сухопутной сетью торговых маршрутов в мире Контроль над его различными участками в разное время возвышал... Я, кстати, тут посмотрел, сколько я за этот стрим заработал и охуел так немножко Просто проблема в том, что это как бы моя недельная норма По донатам Я ее за один стрим как бы закрыл Цивилизация позволяла распространяться идеям и религиям Вроде технологии бумаги или буддийских верований Взаимный грабеж караванов с Востока и на Восток был традиционным... О, буддийские верования, хорошо... ...развлечением персов и византийцев А контроль над основными торговыми маршрутами Служил величайшим источником гешефта и для империи монголов И для итальянских богатых республик типа Венеции Опять же, есть отдельный видос Но это только самые очевидные примеры В Индийском океане велась морская торговля между Индией Восточным побережьем Африки Государствами Индокитая и Китайской империи На протяжении многих веков Ну, кстати, у Хандуши предки монгольские князья Так что она в каком-то смысле княжна Так что Малакский пролив стал одной из главных торговых точек А как к князям принято было обращаться? Ваше сиятельство? Или как? Кто знает вообще вот эти все обращения? Потому что я так понимаю, я просто ваше благородие Потому что у меня предки, это поместное дворянство Казанской губернии То есть обычно просто дворяне А если вот князь, например Это как будет? Это ваше сиятельство? Или ваша светлость? Как будет? Не, светлость это, по-моему, духовный сан Ваше хандушество Но это я и так Нет, ваше высочество это если принц Ваше высочество А граф это, по-моему А, вот граф, да, ваше сиятельство А князь, например Кто помнит, как к князю Мышкину обращались Эти его в романе идиот Нет, а и ты, это вот к тебе так надо обращаться Потому что ты потомок холопов По-моему, к князю Мышкину обращались ваше сиятельство в романе Если я не путаю Ваше благородие Не, ваше благородие это обычный дворянин По-моему, все-таки они его называли Ваше сиятельство Задолго до того, как португальцы, британцы и голландцы Начали бороться за этот регион В надежде застолбить только за собой торговлю пряностями И нет, Дюна тут ни при чем А еще не нужно забывать, например, о трансатлантическом треугольнике Когда одни африканты продавали других африканцев европейцам За европейские ништяки Потом те отправляли рабов на Карибы, где они выращивали Табак, сахар и детишек от смешанных колониальных браков После чего отправляли всю эту радость О, это кадры из фильма про зеленого змея У чувака кличка была зеленая змея И он там использовался в качестве, значит, военачальника Обратно в Европу Ну, разве что кроме детишек Потому что этих они оставляли в основном у себя В Европе они как-то были не нужны Там на заводах европейские дети работали Там еще у чувака, который его нанял По-моему, у него было несколько дочек-мулаток И в итоге они все забеременели от этого Значит, чувака Который там до этого ходил басым по пустыне Ну, он белый был, типа того И это тот же самый актер, который играл в другом фильме Агира «Гнев божий» То есть он там играл конкистадора А здесь он играет какого-то белого африканера Который потом армию женщин, значит, тренировал Для того, чтобы они против какой-то другой армии воевали Кто-нибудь смотрел этот фильм вообще? А, пишут «Князь сиятельства» Все, значит, ваше сиятельство Ну, я так и думал Кстати, для того, чтобы такой ужасной дичи уже в нашем мире не происходило Нам нужно то, о чем я буду много сегодня говорить в ролике Но у меня на самом деле нет времени на этом сосредотачиваться Поэтому посоветую вам книжку про институты Она суперзнаменитая, суперизвестная Ее там Гуриев рекомендовал в своих списках литературы Называется она «Vine Nation Fails» И читать ее не нужно В общем, это легендарная книжка Но я серьезно не советую вам читать этот кирпич в традиционном виде Он большой, неудобный, не требует особого погружения Зато в формате аудиокниги прослушать его просто идеально И поэтому у меня есть для вас не менее идеальная рекомендация А что у него с глазом? Почему он косит у него? И почему он им постоянно моргает? У него что-то с глазом, да, происходит? Рекомендация «Сервис Staritel» Эволюция торговых систем в известной степени коррелирует с другой тенденцией Укрупнением участников этих систем Существует даже представление об истории как именно о таком процессе Сначала у нас торгуют отдельные семейные кланы Затем деревни, затем города-государства Города в рамках слабых децентрализованных государств Наконец формируются национальные государства И одновременно с этим увеличиваются масштабы мировой торговли и торговых систем И да, внимательные зрители, наверное, уже заметили, что требуется определенная ментальная гимнастика Чтобы вписать во весь этот прекрасный конструкт Некоторые вещи, которые сложно в него вписываются Вроде крупных империй с крепкой властью Но такие модели вообще всегда достаточно условны Хотя это уже повод задуматься о корректности всей этой идеи И о корректности вытекающей из нее предпосылки Что следующим логичным шагом развития общества международного Будет создание некого глобального государства Которое всех объединит Некого мирового правительства, рептилоидов, ну, вот этого всего Но ощущение это мало для того, чтобы заниматься серьезной критикой подхода Тем более, что... Это не глобальное правительство рептилоидов А всемирное, значит, как бы Верховный совет всемирной коммуны Человечество действительно двигалось по пути создания новых и новых и новых возможностей И во главе будет генеральный секретарь Укрепление международных торговых систем Для глобализации и для экономической взаимной интеграции различных государств И тут надо оговориться, что вообще в этом ролике В дальнейшем я буду много критиковать современные подходы к глобализации Но это не значит, что я антиглобалист Наоборот, я за вообще разумную международную торговлю всеми лапами Просто положительные, позитивные стороны международной торговли и глобализации Они очевидны, в то время как отрицательные стороны этого процесса контринтуитивны Так вот, предпосылки, что там у нас случилось за последние несколько веков? Сейчас будут грубые обобщения Часть мира, которая сейчас у нас ассоциируется с цисгендерными белыми мужчинами Выступающими против цисгендерных белых мужчин Оказалась родиной нескольких крупных национальных государств Переживших ряд индустриальных революций И процесс становления капиталистических отношений Которые во время так называемой эпохи великих географических... Он троллит воинов социальной справедливости Заблокируйте ему Патреон Я шучу, если что ...открытий позволили им превратиться в империи, охватывающие большую часть земного шарика Но еще одна такая шутка, и ему действительно заблочит Патреон ...познакомить этот самый шарик с величайшими достижениями человечества Типа образования, механизации и медицины Ценой бесчисленного количества жертв колониальных преступлений Идея Великой Французской революции за это... Да, ну зато до эпохи колониализма Вот эти все колонизированные территории Там было процветание, блять, богатство И медицина, образование Ваканда была Потом пришли колониалисты И давай преступления устраивать, всякую неправду Время развились и привели к конституциональной эволюции Появились и окрепли Соединенные Штаты Америки А эпоха связавшего мир империализма Постепенно стала сменяться эпохой деколонизации И становлением бесчисленного множества демократий За это же время многие страны совершили резкий прыжок Прочи средних веков в новый дивный промышленный мир А развитие инфраструктуры и технологий Постепенно приблизили нас К так называемой смерти расстояний И невероятно усилили возможность Различных частей света По взаимодействию друг с другом Самые неудачные примеры Ну, смерть расстояний, конечно, произошла Но трансатлантический перелет Все равно 12 часов как бы длится И если ты в каком-нибудь чартере летишь С группой туристов из СНГ Которые, блядь, бегают голыми по салону Орут, что они захватят самолет И блюют на пол Дерутся со стюардессами И валяются пьяные И все это 12 часов происходит Но как бы это Это ощутимо А еще бьются головой, блядь, об иллюминатор Пытаясь вызвать, блядь, разгерметизацию салона Вы когда-нибудь летали в самолете вообще С туристами из России или из Украины? Это же просто пиздец Это ебаный цирк Это, блядь, зоопарк Точнее даже какой-то Не цирк, а зоопарк Потому что в цирке там хотя бы людей показывают Многие из них боятся летать И поэтому они в дьюти-фри Напиваются просто до чертей Потому что, ну, типа Они считают, что в пьяном виде Им легче переносить полет Но им-то может быть и легче В таком виде переносить полет Но всем, кто летит вместе с ними Становится от этого только хуже Ты такое видел, спрашивает О, неоднократно Много думать, как обустроить мир после них В политическом, экономическом и многих других смыслах Так появились границы большинства современных крупных государств Организации объединенных наций И много чего еще, что формирует наш мир сегодня Но событие, которое особенно интересно в контексте сегодняшнего разговора Это конференция в роскошном антеле Маунт-Вашингтон Где 733 делегата из 44 стран антигитлеровской коалиции Собрались, чтобы определить основные правила игры Под названием мировая экономика Разрешить финансовые и валютные вопросы Одним словом, определить, как будет существовать мировая экономика После Второй мировой Тогда же в рамках этой конференции были созданы Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития Новая глобальная экономическая система получила название Бреттон-Вудской По названию месторасположения этого отеля в штате Нью-Гэмпшир И успешно существовала до 80-х годов МВФ кредитует страны в случае проблем с деньгами и платежным балансом МБРР занимается инвестициями Третьим столпом стало генеральное соглашение по тарифам и торговле Снизившее торговые барьеры между развитыми странами Именно между развитыми и это важно Все это в совокупности привело к золотому веку капитализма Который не только позволил Европе восстановиться после мировых войн Но и позволил воплотить на практике концепции смешанной экономики и социального государства Это ложь, неправда, капитализм он только в зло несет Удивительные примеры роста при умеренно управляемой экономике В 60-е годы начинается взлет развивающихся стран вроде азиатских тигров В лице Южной Кореи и Сингапура, про которые у нас, кстати, есть отдельные ролики А еще Тайваня Да, Южная Корея и Сингапура и показывают кадры из Макао Да и стран Латинской Америки, чей умеренный рост в среднем в 3% ВВП в год Конечно, нельзя назвать чудом, но и не стоит списывать со счетов Естественно, все это привело к еще большему масштабу международной инфраструктуры И удешевлению поездок и перевозок А затем к развитию информационных технологий И в конечном счете к тому, что начиная с 80-х годов Началось восхождение куда менее умеренного либерализма Сначала политика Тэтчер и Рейгана в Англии и США Стали склоняться к еще большей террегуляции рынков И в освобождению тех самых любимых либертарианцами невидимых сил рынка Затем начались финансы Они выглядят как родственники То есть у них фенотип очень похожий Еще большей террегуляции рынков И в освобождению тех самых любимых либертарианцами невидимых сил рынка Затем начались финансовые кризисы в развивающихся странах Смотря на которые, ведущие экономисты Первого мира поможет Ну, кстати, в серии Call of Duty скоро выйдет шутер, я так понимаю Который будет посвящен холодной войне И, значит, там будет Рейган И там одна из миссий, или даже несколько Они будут в Восточной Германии проходить Самые первые миссии будут в Вьетнаме Во время Вьетнамской войны То есть там игра будет охватывать период с 60-х по 80-е Прощавшие сообщали, что у тех просто неправильный капитализм И нужны структурные реформы Всеобщая приватизация, уменьшение роли государства и так далее И Бьетн-Будская система сменилась так называемой системой Вашингтонского консенсуса В рамках которого мы существуем и сейчас Этот консенсус — это экономическая политика Которую по единой методичке с конца 90-х годов Всему миру рекомендуют МВФ и Мировой банк И сводится она преимущественно к максимальной дирегуляции экономики К ослаблению таможенных пошлин К снижению налогов К приватизации государственных предприятий Конечно же открытию границ в плане торговых границ Потому что мир у нас теперь глобальный В общем суть этой политики в максимальной уверенности Что рынок при условии защиты институтов частной собственности Все порешает Особенную популярность всем этим идеям добавляло падение Берлинской стены В 89-м году, СССР в 91-м Да и в целом почти полного исчезновения соцлагеря К началу 90-х Поражение идеологии, царящей по эту сторону железного занавеса Выглядело идеальным аргументом в пользу капитализма И как будто подстегивало к достижению самых радикальных его форм И осознанию рыночных сил как абсолютной панацеи А тут еще бум информационных технологий Сделал нас всех настолько ближе друг к другу Что даже немножко пугает В общем сначала резкая дирегуляция устроила настоящую катастрофу Во многих странах Африки И конечно же Латинской Америки Да, а до этого-то там было хорошо А потом видите пришли капиталисты С своей дирегули... дирегули... дирегулизацией Блять... дирегулированием И все сломали Ваканду сломали Не считая разве... Ленина свалили 70 лет прожил, такого не видел никогда Это фашисты, бандеры Что Чили, но там был Пиночет Поэтому тут тоже не все однозначно Уходи Потом в конце 90... Нет, не уходи Не уходи, побудь со мною Финансовый кризис, за ним бразильский и российский Что вызвало еще немножко скепсиса Пиночет Да Насчет свободы движения капиталов Ну а в 2008 году случилось то, что... Я голосом Лукашенко Случилось одни только 80 миллионов человек Которых мировой кризис освободил от работы Уже должны были о чем-то вам сказать И теперь мы живем там, где живем В мире, где темпы экономического роста развитых стран Мягко говоря, оставляют желать лучшего В мире, где в ЕС есть страны типа Греции Просто, походу, не способные сделать что-то со своей экономикой Популистские политики по всему миру набирают вес В США сидит Дональд Трамп Совершенно не рабочей протекционистской политикой Развивающиеся страны не то, чтобы сильно развиваются Экологи страдают Но, несмотря на все это... Бля, взял Трампа, захуесосил походя Основной мантрой спасения мировой экономики Остаются гиперглобализация и неолиберальное развязывание невидимых рук рынка Так почему мы оказались в этом тупике, а мировой рост продолжает замедляться И мировая экономика продолжает снова и снова переживать кризисы Причем до недавнего времени даже не связанные с зомби Или менее интересными вирусами Да, и главный вопрос, какая может быть альтернатива этим процессам Преимущества глобальной торговли, как я уже и сказал, в целом очевидны Во-первых, глобальная торговля создает возможность для максимально быстрого и интенсивного обмена идеями, предпринимательскими концептами, технологиями И, на мой скромный взгляд, это чуть ли не важнейший позитивный эффект от глобальной торговли Коммуникация между людьми, использование чужих наработок для своих новых условий, создание этих самых условий, адаптация чужих технологий, политических институтов, экономических и культурных практик Все это создает новые изобретения и возможности Разнообразие, очевидным образом, увеличивает разнообразие А эмуляция, заимствование новых идей и встраивание их... Пишут Анкап Ну, я про реально возможные альтернативы То есть, всякий социал-утопизм можно оставить за скобками Вообще, один из секретов исторического успеха Будь то принятие на вооружение Японии во время реставрации Мэйдзи европейских методов ведения войны Или осознание континентальными европейскими странами важности индустриализации вслед за Великобританией Кроме того, мировые рынки означают увеличение конкуренции Товары и блага на мировом рынке становятся дешевле за счет эффекта масштаба А конкуренция стимулирует создание новых благ и товаров Ускорение движения капиталов и снижение уровня барьеров для этого также способствуют созданию новых технологий за счет упрощения международных инвестиций Короче, все плюсы свободного рынка только в глобальном масштабе Так в чем же дело? Дело вам... Не ври нам, буржуй Много в том, насколько свободен рынок И да, рынок всегда чем-нибудь доограничен, потому что... Ну да, ну это в принципе как и любая свобода, другая в человеческом обществе Она всегда носит относительный характер То есть идея абсолютной свободы это не более чем абстракция В действительности пространство свободы, оно всегда ограничено В ином случае мы бы давно уже детей продавали Короче, значит должны быть какие-то правильные способы ведения международной торговли и неправильные И экономисты, конечно же, неоднократно пытались в своих теориях сформулировать Ну, то, как должна происходить правильная международная торговля Кстати, надо этого Баженова как-нибудь позвать, экономиста Который кандидат экономических наук Что-то я так подумал Ну, если он пойдет, конечно, ко мне Если он заинтересован ...был Адам Смит, а второй теорией сравнительного преимущества Давид Рикардо ...был Адам Смит